Это блок, это фото барьер, вот две линейки с обоих сторон. Раньше были точные датчики, а сейчас по всей ширине. Новая кабина лифта и подъемный механизм почти готовы к приему первых пассажиров. Жильцы многоэтажки в Держинском районе приняли решение войти в программу софинансирования после того, как узнали. Старые лифты выработали срок эксплуатации и их остановят, если вовремя не поменять. С квадратного метра годовая оплата, ну вот в течение года, 18 рублей с квадратного метра. Голосование прошло, по памяти, по-моему, 85%. То есть отголосовали люди, потому что лифт нужная вещь. Жильцы платят только 30%. Городской бюджет 50, региональный 20. Подрядчики – две российские компании. Оборудование современное. Демонтаж старого и установка нового лифта занимают чуть больше месяца. Гарантийные обязательства также на него будут исполняться. Ну и переходящие новые модели лифта, которые сейчас у нас выпускаются, они будут отвечать требованиям энергоэффективности, что особенно интересно для жильцов дома. Кабины со светодиодными лампами сократят расход электричества на 20%. Подумали разработчики и о защите лифта. Выломать кнопки вызова этажей или поджечь их, как это раньше делали в старых лифтах, хулиганы уже не смогут. Панель из нержавеющей стали. Тем не менее, жильцы планируют установить в лифтах еще и камеры видеонаблюдения. За несколько лет в многоэтажках Новосибирска заменили и модернизировали 4000 лифтов. Осталось еще 500. И на этом программу софинансирования завершат. Со следующего года жильцы должны платить в полном объеме. Судьба 140 старых пассажироподъемников, срок эксплуатации которых истекает, пока неизвестно. Предложения пока разные и продление этой программы, но бесконечно ее тоже невозможно ввести в таком виде, потому что есть программа капитального ремонта. В программе капитального ремонта там тоже лифт, это отнесен к работам по капитальному ремонту. Возможно, это будет перекочивать все в программу капитального ремонта. Изношенных лифтов в мегаполисе, несмотря на программу модернизации, по-прежнему много. Дольше 25 лет работать им не дадут. Если жильцы сами не решат проблему замены и финансирования, то подниматься в свои квартиры будут пешком по лестницам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова